Слава Украине! Привет всем от Полонского! Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине. 5 мая. 5.05. 2024 года. Потери расшистов, как обычно, на уровне. Мясные штурмы продолжаются. Я бы не сказал, что с прежней интенсивностью, но они прут, они пытаются что-то там сделать. Но много у них не получается. Честно говоря, вот если честно посмотреть на всю линию фронта, то такое впечатление, что по крайней мере с теми частями, которые у них на линии боестолкновения находятся прямо сейчас, не считая, конечно, тех резервов, которые они еще могут потянуть, такое впечатление, что они подвыдохлись. Потому что штурмы идут. Они мясо продолжают слать на убой. Но вот как-то, знаете, огонька больше нет. Нет веры в том, что они прорвут фронт. Нет веры в то, что они что-то как-то смогут поменять кардинально. А не захватить еще, допустим, путем у контрпупления, там, я не знаю, тысячи пятисот еще каких-то чмобиков этих нелых. Еще одну посадку. И она полностью будет засеяна черноземом из чмобиков. Ну вот как-то так это все выглядит. За вчерашний день, посмотрите, если вот будем говорить, последнюю неделю потери были где-то в районе тысячи двухсот чмобиков за день, за сутки. То есть за вчерашний день восемьсот шестьдесят у контрпупленных, да, путинских этих гельминтов. То есть говорит о том, что они продолжают это делать, да, продолжают местные штурмы, но как-то, ну как-то погрустнели немножечко. Да, восемьсот шестьдесят за вчерашний день, и общее количество путинасосов, которые пришли в Украину убивать женщин и детей, но отправились в результате курсом русского военного корабля, который теперь подводная лодка, составляет четыреста семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят голов. Дальше, по танкам, техника, девять танков за вчерашний день, среднее, арифметическое, да, такое значение, семь тысяч триста семьдесят пять с начала полномасштабного российского вторжения, и восемнадцать бронемашин, то есть опять-таки соотношение танков, бронемашин, к пехоте, все показывает, что штурмы идут чистым мясом, в основном. Четырнадцать тысяч сто семьдесят девять всего. Было уничтожено двадцать одна российско-фашистская арт-система, самоходные, несамоходные, все туда до кучи, двенадцать тысяч двести двенадцать в общей сложности, и одна единица, град был уничтожен, тысяча пятьдесят семь всего, это РСЗО. Дальше, средства ПВО очередные, там два бука грохнули у них, семьсот девяносто, замечательно, в общей сложности, и по самолетам, да, прорыв был вчера, а то долго уже сидели мы без сбитых самолетов. Вчера грохнули Су-25 на Донецком направлении, всего 349 российских самолетов, и 325 вертолетов уничтожено у них. Это хорошо. Грохнули, кстати, с ПЗРК. Дальше, двадцать пять беспилотников, вчера тоже, значит, уткнули их мордой. Лайно рашистских, 9636 всего с начала войны, и сбита традиционно одна почему-то, ну, они ее посылают Х-59, куда-то авось долетит. Крылатая ракета, 2147 всего. А, также вот, очень интересно, по автотехнике, 37 было грузовиков разбито, и Буханок, Кацит, Буханок продолжается, да, Буханкоцит, как его называют, 16418 в общей сложности, ну, нормально так. Вот, и было уничтожено 4 единицы спецтехники, это очень важно, выбиваемым все хрэбы, шмэбы, пункты наблюдения, и так далее. 2002 штуки с начала рашистского вторжения в Украину. Итак, друзья мои, вот эти вот цифры, даже так вот, скользь приведенные, показывают, что продолжается аннигиляция, уничтожение путинской армии в Украине. Что толком делать, и что-то новое предложить Путин, конечно, не может, в силу ограниченности собственных умственных способностей, а поскольку диктатор идиот, он пытается идиотов назначать у себя генералом, ну, чтобы они не были умнее, чем он сам, вот, потому что они всегда должны выглядеть идиотами на его фоне. И, соответственно, даже имея вот такое гигантское преимущество, как он имеет, в результате он показывает максимум захват какой-то посадки заселением Галазадовка, уложив туда в грязь больше тысячи чмобиков. Единственное, что, конечно, надо отметить, что Путина вообще не смущают человеческие останки, то, что он там своих этих солдат уничтожает, утилизирует с промышленной скоростью. Вот это его вообще не интересует, судя по всему, в этом и есть его цель, одна из его целей, заменить мужское население своих спитых вот этих вот там сибирских алкоголиков на каких-то более с его точки зрения подходящих индонезийцев, индусов, непальцев, еще кого-то там и так далее. Так что, ну, может быть, он таким образом решил вот заменить население дальневосточных сибирских регионов с тем, чтобы оно, как говорится, меньше пила. Возможно, все может быть. Субтитры сделал DimaTorzok